Дорогие друзья, здравствуйте! 24 июня у нас на календаре. Портал Приан.ру и я, главный редактор Филипп Березин, начинаем очередной вебинар, посвященный актуальным вопросам зарубежной недвижимости. Поймал себя на мысли, что больше месяца мы с вами не общались, но не скажу, что ничего знаменательного за это время не произошло, очень даже произошло, но главное, продолжают тикать часы по программе гражданства Черногории. Осталось полгода и еще буквально 3-4 денечка для того, чтобы успеть получить, претендовать на гражданство по этой весьма интересной программе, которая долго запрягала, а сейчас быстро едет. И, собственно, сегодня, без долгих предисловий, мы как раз будем говорить о этой программе, о ее нюансах, о том, что происходит прямо сейчас. Черногорские программы вообще в последнее время говорят много, но чтобы быть, ну, эксклюзивными, да, мы постараемся немножко с необычной стороны к этой истории зайти, будем щупать пульс этой программы в режиме реального времени. И я с удовольствием представляю двух из трех наших экспертов, которые сегодня выступят перед нами, третий присоединится чуть позже. Я представляю Светлану Томпсон, главу представительства в России и СНГ, Монтис Маунтин Резерд, Вайс Плендет. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. И рада приветствовать всех собравшихся зрителей. И с удовольствием я представляю Софью Силину, вице-президента Апекс Капитал Партнерс по России и СНГ. Софья, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте, все пришедшие к нам на вебинар. Я с удовольствием еще сообщаю, что у нас ведется прямая трансляция в Фейсбук. Там, соответственно, всю публику из Фейсбука тоже призываю задавать вопросы. А если они есть, чат у нас работает. О, и мне кажется, случилось замечательно. К нам присоединяется еще один наш эксперт. По крайней мере, он в переговорной комнате есть. Теперь ему остается только включить видео и включить микрофон. Это Драган Щепанович, директор по продажам компании Amoreseert. Надеюсь, через секунду-другую он уже будет с нами. Но давайте я пока в двух словах расскажу о том, как наш вебинар сегодня будет проходить. Дело в том, что черногорская программа имеет такую уникальную особенность. Далеко не каждый объект по определенной даже цене, как известно, под нее подходит. То есть есть определенный оговоренный список объектов. Есть две принципиальные разницы. Один объект. Есть объекты на севере страны, есть объекты на юге страны. О, а вот и Драган. Драган, здравствуйте. Я тебя приветствую еще раз. Рады вас приветствовать. Мы уже в прямом эфире. Итак, Драган Щепанович, директор по продаже Amoreseert. Итак, дорогие друзья, я Драган сейчас рассказываю о том, как будет происходить наш вебинар. Значит, сначала мы Софье несколько слов расскажем о том, в каком состоянии сейчас находится программа. Напомним, основные базовые ее параметры. Далее Драган расскажет о проекте Amoreseert. Это проект на юге страны и, соответственно, его определенные условия покупки недвижимости там под программой. Далее поговорим о проекте Monty's Mountain Reserve by Splendid. Светлана его представит. Ну, и к тому времени, как она его представит, уже ориентировочно и час нашей беседы примерно закончится. Пожалуйста, задавайте вопросы по ходу, на все ответим. Традиционно через несколько дней в начале следующей недели будет материал на основе нашего вебинара. Софья, давайте прямо вот в текущее состояние. Что сейчас происходит и до чего, собственно, до завершения чего осталось полгода? Пожалуйста, я сразу включу вашу презентацию. Спасибо, Филипп. Ну, во-первых, что происходит сейчас в Москве жарче, чем в Черногории. Это первое. Второе. И что касается программы. Программа работает и набирает все больше и больше обороты с каждым днем. Заявок у нас нереальное, честно признаюсь, количество. Люди проснулись, все, кто спал все предыдущие годы и думали, Кариба, Кейпор, Мальту, а может быть туда, а может быть что-нибудь еще из ВНЖ. Но появилась программа Черногории. Она заработала и первые 50 клиентов от всех нас, трех лицензированных агентов, получили свои паспорта. И люди расшевелились совершенно. Поэтому на сегодняшний момент мы имеем каждодневный банч, такой огромный всплеск звонков, которые поступают в наш офис, причем и в Телеграм, и в Ватсап, и всех наших менеджеров. И на наш телефон, и на наш сайт заявки оставляются. И они бесконечны. Я много раз это говорила и подтверждаю сейчас, с нами, с нашим бизнесом еще никогда не было. Реально очень интересная программа, но есть маленький момент. 31 декабря 2021 года программа подойдет к своему завершению. И в апреле в конце государство еще раз подчеркнуло, что, к сожалению, программа будет завершена. Мы, конечно, страстно переживаем за это все дело и надеемся, что, возможно, восторжествует логика и какой-то интерес к заработку и к привлечению иностранных инвестиций останется. И мы продолжим хотя бы еще на пару месяцев. Но пока 31 декабря 2021 года программа завершит свое существование. Я вот тут смотрел еще когда-то до нашего мероприятия вашу презентацию, наткнулся вот на такой замечательный кадр. Сейчас я его еще раз покажу. Вот кадр номер три. Вот тут есть такая история, написано срок оформления 6 месяцев. Что хотелось бы уточнить у вас в этой связи? Вот что нужно успеть сделать до 31 декабря? И попрошу вас начать вот с той истории, о которой я кратко сказал, что программа Черногории, она основана на покупке недвижимости в определенных проектах. И, соответственно, что значит успеть в данном случае? Что значит успеть до 31 декабря? Это значит прийти к нам в Apex Capital Partners. Мы находимся на Леонсовском переулке 25 в Москве, прямо на углу с мэрией. Заключить с нами договор. Сделать до заключения договора, сделать предпроверку чеком, определить, что все у вас в порядке, криминала нет, вы не ПЭП, доказать происхождение средств элементарно с нами, вместе с нашим юристом, выделенным вам получится. Далее заключить договор, вступить в процедуру сбора документов, быстро их собрать, и чем дальше мы будем приближаться к декабрю месяцу, ну вообще в принципе к осени, тем быстрее нужно будет мобилизовывать свои силы и собирать свои документы. И параллельно со сбором документов самому клиенту вместе с нашим юристом необходимо будет выбрать все-таки, какой проект на севере или на юге тот или иной потенциальный инвестор, будущий гражданин Черногории собирается инвестировать свои средства. 250 тысяч евро – обязательная инвестиция на севере, и от 450 тысяч евро – обязательная инвестиция на юге. Невозможно выбрать любой объект недвижимости, нужно обязательно смотреть на авторизованных девелоперов. На юге их 4 рабочих – трое, и на севере 11 авторизованных девелоперов. Что? Смотрите, вот все-таки еще разочек о сроках. Когда и что нужно успеть? В ноябре. Значит, есть же такой момент, как покупка объекта. Покупка объекта и доказательство того, что вы его купили, это является одним из обязательных условий того, что вашу заявку вообще начнут рассматривать. Все правильно. Ну, я, наверное, чуть позже у Драгонова, Светланы этот вопрос тоже еще спрошу. Собственно, сама процедура покупки как таковая, сколько занимает времени? Сама процедура покупки занимает выбор, ну, максимум неделю. Сама процедура покупки, когда документы уже все оказываются на территории Черногории, оформляется специальное разрешение на представление интересов клиента на территории Черногории на нашего юриста. И наш юрист от имени клиента подписывает преддоговор с выбранным им девелопером. Также открываются нашим же юристам по такой же разрешительной бумаге доверенности на нашего юриста два эскроусчета. На первый эскроусчет будет отправлен благотворительный взнос. Он обязателен для любой семьи, равен 100 тысячам евро. И стоимость сумма выбранного проекта, либо 250, либо 450. Банк в Черногории за использование эскроу клиентам берет небольшую оплату. В случае с благотворительным взносом 100 тысяч – это одна тысяча и того. Человек переводится в одну тысячу в банк. И в случае с северным проектом – это полторы тысячи. То есть итоговая сумма перевода – 251,500. В случае с южным проектом – 452,500. Деньги на эскроусчетах лежат до момента выпуска одобрения. И вот когда деньги попадают на эскроусчет у нашего клиента, мы на следующий день, наш сотрудник, наш юрист заносит документы в департамент. И мы получаем определенную бумагу, которая свидетельствует, что документы занесены и процесс начался. Вот именно этот процесс должен начаться до 31 декабря. Значит, если этот процесс, если документы отправлены, если, ну, по сути, история со сделкой, она, по сути, завершена, то есть деньги отправлены, они могут не оказаться на финальном счете, собственно, застройщика, но они есть на эскроу. Вот формально, ну, здесь уж совсем до конца быть пунктуальным, у человека еще нет права собственности, да, но уже процесс находится в той стадии, когда черногорское государство говорит, все, вы успели, ну, какие-то нюансы еще возможны, но, по крайней мере, гражданство вы так или иначе должны получить. Все правильно, есть преддоговор, есть эскроусчет, все, и документы поданы, все формальности соблюдены. Окей, тогда такой вопрос, вот сбор документов, он, список очень большой, я сейчас в вашей презентации открою его, потом я просто думаю, все желающие смогут просто его получить отдельно, если есть какие-то вопросы по документам, задавайте сейчас самое время спросить. Вот есть документы, список огромный. По вашему опыту, с чем у людей могут возникнуть проблемы? Есть ли какой-то тип документа, который требует какого-то подтверждения, ну, и так далее? Ну, он не такой огромный, Филипп, если мы сравниваем даже с карибскими странами, то список документов на Черногории немного меньше, даже, чем если мы оформляем Санкидс, например, или любую другую карибскую страну. Проблема может возникнуть в том случае, если тот или иной важный документ из перечня в списке документов утерян. У нас зачастую бывают утеряны у клиентов свидетельства о рождении, особенно если люди рождались в каких-то малонаселенных, отдаленных региональных городах, либо в странах СНК. Никто лететь туда этим заниматься не хочет, поэтому процедура – это возможно, но она занимает время, она стоит небольшое количество денег у третьих организаций, где-то полтора-два месяца это займет. Поэтому если что-то утеряно, и это нужно восстанавливать где-то далеко, то нужно закладывать, конечно, больше срок. Справка о несудимости занимает, если идти прямо в лоб на госуслугах, месяц плюс-минус. Иногда бывает дольше, например, если наши аппликанты из Чечни, то несмотря на то, что у нас было несколько аппликантов из Чечни, и они были совершенно нормальные, с нормальным происхождением средств, никаких проблем с ними понятий не было, но проверка по безопасности для чеченцев длится дольше. Полтора месяца она длится. Ну вот это нужно понимать. А так вообще можно и заплатить специализированным организациям и быстро получить справки о несудимости, потратив там от 10 до 20 тысяч рублей за эту справку. Все остальное, в общем-то, нет. Нужны обязательно повторные свидетельства о браке. Это Черногория почему-то ставит во главу угла, не веря нашим паспортам красным, где есть штампик, что мы до сих пор находимся в браке. Необходимо брать либо повторные свидетельства о браке, либо справку по форме 5. Но это все уже наши юристы рассказывают. Все остальное нужно сходить в банк, нужно озаботиться, если особенно у вас много компаний, которыми вы владеете, ООО или ИП, здесь или за рубежом, нужны уставные документы на эти компании, финотчетность, уплата налогов мы показываем. В общем и целом, чем больше мы покажем документов по каждому пункту, который перечислен в списке, тем лучше к нам будут с вами относиться проверяющие due diligence. Весь процесс, от того момента, когда ты вот еще идешь к этому поезду гражданства Черногории, до момента, когда ты сел в вагон, все ли эти процедуры можно сделать в России? И нужно ли сейчас выезжать в Черногорию? Потому что все здорово, но, кстати, в Черногории авиаперелеты до сих пор не открыли почему-то, хотя с подавляющим большинством стран открыли, в общем, ну как, летать можно. А Черногория, которая, в общем, пускает без проблем, почему-то нет. Да, к сожалению, здесь мы очень переживаем, потому что все хотят посмотреть, а что такое север. Север до сей поры был не очень востребован туристическим потоком, и многие наши сограждане, в принципе, не понимают, что там есть в Черногории на севере. А вот долететь до Черногории реально нужно потрудиться и потратить, ну, просто двумя днями туда-обратно не слетать. Поэтому нужно там на неделю, на две отправляться через Белград или через Хорватию, кстати, она открыта, у кого есть шенген, можно это делать. Ну вот от момента начала самой процедуры, когда к нам приходит человек, ну, возьмем по минимуму полтора месяца на подготовку всех формальностей, документов, и до момента подачи, полтора месяца, это прям при идеальном раскладе всех вещей, подаемся, и с этого момента начинается отсчет времени. Сейчас, то, что мы видим, решение выходит 6-7 месяцев. Раньше было, безусловно, быстрее, это было и полтора месяца, и два, и три, но вот с каждым периодом, с каждым кварталом удлиняется процесс рассмотрения аппликации. Почему? Очень простой вопрос, потому что аппликантов становится в разы больше. Такой момент все-таки, при этом еще раз, все процедуры я могу провести здесь, то есть если я готов посмотреть, ну, заочно сделать выбор, тем более, что мы сейчас поговорим, я думаю, и Драгон, и Светлана расскажут о своих проектах, и там, в общем, выбор можно будет вполне сделать, ничего тут такого особо не будет. Приезжать с точки зрения получения паспорта необходимости нет? Необходимости нет никакой, все оформляется удаленно. Иногда даже люди из других городов и стран СНГ не приезжают к нам в Москву, для этого нет никакой необходимости. Мы все это делаем онлайн, слава богу, все средства связи хороши и существуют на сегодняшний момент, помогают в этом всем. Прилететь в Черногорию нужно один раз всего, только после получения одобрения, после выхода сертификата о гражданстве, после приглашения властями нашего аппликации одобренного на биометрию, и потратить нужно всего там 48 часов, прилететь за ручку, мы его ведем, сдаем биометрию, на следующий день получаем паспорта вместе с клиентом, и он может уже улетать. Но это уже происходит, то есть посещение Черногории нужно в тот момент, когда уже все, уже все, ты уже, по сути, гражданин страны, просто тебе нужно... Да. Окей, Софья, мы обязательно в конце еще вернемся, там несколько вопросов у меня будет, давайте мы сейчас поговорим о конкретных проектах. Итак, я вот покажу еще раз этот слайд специально. Вот он. Итак, есть проекты на юге, есть проекты на севере, их не так много, и начнем мы сейчас с южного проекта, проект Аморезерт. Драгон, еще раз здравствуйте, рад вас слышать. Драгон Щепанович, ой, у меня тут вместе со мной в студии находится Марта. Марта – это такой дивный вентилятор, который дует, и поэтому сдувает у меня периодически все бумаги, поэтому прошу прощения. Драгон Щепанович, директор по продажам Аморезерт. Драгон, значит, сейчас подключим обязательно вашу презентацию. Итак, в двух словах, где находится ваш проект? Наш проект находится в месте Чань. Чань – маленькое мастерство, но в данный момент одно из самых привлекательных в Черногории. Как сказать, состоится, представляет собой гармоничное сочетание современной и прибрежной атмосферы. Местечко Чань – это один из небольших курортов, как я понимаю, относительно более известных нам. Там Бар, Будва, где он? Как раз место расположения очень хорошо находится где-то посередине побережья, так скажем, недалеко от Порта Бар, рядом с Порта Бар. Да, вот тут фактически в бухте он находится, нетронутое мастерство, как скажем. От Порта Бар, всего лишь 40 минут от столицы Черногории удален. Это сейчас мы видим кадры пляжей, которые рядом. Сам по себе говорят буквально не тронутой части побережья, как сказать. Скажите, пожалуйста, вот сам по себе Чань – это по местным меркам, это деревушка, это городок, сколько там людей живет? Это почти деревня, почти что деревня. Значит, только один пляж, несколько домов, тут рядом были гостиницы, какие-то отдыха для отдыха. Курорты, небольшие курортные. Сколько там людей живет постоянно? И можно ли сказать, что это курорт в том смысле, что там вот летом люди живут, а зимой там особо никого нет? Именно так, зимой почти-почти что никого. Через дом, если кто-то из коренных жителей, или, допустим, так, новые жители, которые купили или дом, или рядом, а зимой он фактически пустует. Есть ли там в настоящий момент какие-то гостиницы, ну, вот уже построенные, или это место с точки зрения туризма, ну, то есть в основном приезжают специально, а живут обычно в других местах? В основном дома возле него, частные дома, гостиниц таких нет. Был раньше, но это уже закрылся, один, так, более-более сказать, как не гостиница, а, ну, пионерский лагерь давно. А, понятно, пионерский лагерь, это прекрасно. Итак, ну, вот здесь рядом, неподалеку находится Святой Стефан, это понятно просто. Вот рядом, как раз кадр сейчас Святого Стефана. Окей. Давайте теперь несколько слов, собственно, о проекте, что он собой, ну, представляет, или точнее будет представлять, потому что, забегая вперед, как я понимаю, он еще только находится в стадии строительства. Итак, ваш проект это? Он предполагает строительство жильевых домов, как здесь видим, и гостиничного комплекса. Жильея часть комплекса у нас составит шесть шестиэтажных домов и два трехэтажных дома. В общем числе, сколько там, 200, 242. 242 разные квартиры. Да, 242 единицы, жильея единицы. Значит, будут студии, студии апартаменты, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Гостиничная часть комплекса, это будет Intercontinental. Бренд гостиницы Пятизвездной, бренда Intercontinental с около 250 номеров. Как далеко этот комплекс будет находиться от моря? Он прямо находится на море. Две минуты. Какой-то сбой небольшой. Ага, то есть просто... Ну, тут, наверное, по этому кадру не очень понятно. Он чуть-чуть дальше. Окей. Ну, вот здесь пока какой-то сбой, видимо, с Черногорией связь сейчас не очень хорошая. Вот несколько просто видов нашего комплекса. Комплекс AmaResort. Dragon отключился. Ну, подключится, наверное, через некоторое время. А, Софья, вы там были в этом месте? Что-нибудь знаете про него? Есть, да. Видела, когда они только начинали. Местечко действительно уникальное, очень красивое, нетронутое совершенно. Ни о какой промышленности или производстве там не слышали. То есть оно всегда использовалось именно под отдых. Ага, Dragon. Ага, подключаем опять микрофон. Софья уже ответила немножко на вопрос, который я задавал. Собственно, по поводу удаленности от моря. Да, что место совсем рядом находится. Скажи... Понятно. Скажи, пожалуйста... Практически на пляже расположен. Скажите, пожалуйста, о инфраструктуре. Какая инфраструктура есть в отеле и у собственников недвижимости? Какие будут права по пользованию этой инфраструктурой? Только инфраструктуру, имейте в виду... Отель, да. Какая есть инфраструктура в этом отеле? Что есть в этом комплексе? У тех людей, которые там приобретут недвижимость. Рестораны, спортивные клубы. Конечно, конечно, значит, спортивный комплекс будет находиться рядом, то что на холме, за этим самым... Где будут и за главным зданием, и площадки баскетболя, футбольные... Весь комплект... Рестораны будут полностью оборудованы с бассейнами, открытыми, закрытыми бассейнами, с ресторанами, значит, полностью. Ну, вот здесь я вижу по кадрам, вы представляете, вот правильно ли я понимаю, что, ну, понятно, что это пока еще рендер, да, то есть это еще нереальная картинка, но вот пляж и вот там вдали как раз на фотографии, ну, на рендере это ваш комплекс? Есть, да, с левой стороны. Это уже внутренностые отделки. Самый интересный, наверное, и важный вопрос, вот, как я понимаю, вы предлагаете в этом комплексе покупку недвижимости именно вот в этих шести домиках, то есть ты покупаешь не номер в гостинице, а вот именно в зданиях квартиры, правильно? Да, получается, собственно, с квартиру. Получается, собственно, с квартиру. Вот, ну, собственно, цены есть, давайте вы их озвучите и, может быть, как-то немножко прокомментируете. Сейчас. Вот, собственно, кадр этот у всех желающих сейчас уже открыт, пожалуйста, можно посмотреть. Значит, студия от 42 до 67 метров квадратных, от 235 тысяч. Апартамент с одной спальней, допустим, 60 до 69 метров, от 450 тысяч. Двухкомнатный апартамент от 80 до 102 метров квадратных площадей, он от 472. И двухкомнатный апартамент, значит, от 118 до 178 метров, от 650 тысяч. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии комплекс находится сейчас и когда он будет сдан? Значит, в данном моменте, можем сказать, что начало строительства. Начало строительства, имеем в виду подготовительные работы, которые не так просто и не так... Очень сложно, да скажем, поскольку там гора, которую надо срубить, которую надо подготовить, опорные стенки сейчас, все эти дорожки. И это уже в фазе такой значительной. В данный момент, как сезонная часа все затихла, потому что не имеем права строить, но с сентября уже продолжим. Но это все в наших планах, не отходим от плана. То есть, по плану идут, хорошо, понятно. Скажите, пожалуйста, планируем за 2023 год, через два года. В 2023 году комплекс должен быть сдан. Ну, тогда, наверное, вопрос, который сразу возникнет, я задам чуть-чуть позже, когда вот такую информацию получаешь. А сейчас тогда вопрос следующий. Вот я купил такие апартаменты, скорее всего, с большой вероятностью, я сам постоянно там жить не буду. Соответственно, я захочу эти апартаменты как-то сдавать. Кто будет управлять моими апартаментами и как этот процесс организован? Берет ли на себя Интерконтиненталь заботу о моих квартирах? Ну, конечно, конечно, все это, значит, каждый дом имеет своего управителя, значит, каждый подъезд, допустим, дом будет со своим управителем. И тут придумана рентапол программа, значит, возможность сдачи апартамента во времени непроживания, в самом апартаменте, а возможность сдачи и каким-то образом возмещения вложенных средств. Что это, значит, просто не хочет, самое, значит, одержание всего объекта и всех оконных будет стоить около 50 евро по метру квадратным в год на годовом уровне. То есть, условно говоря, у тебя есть выбор, или ты даешь управляющей компании, и она сдает твой апартамент, но никакой обязаловки нет. Если не хочешь, пожалуйста, не сдавай, ну, просто ты в этом случае платишь, ну, условно говоря, 50 евро с квадратного метра в год, это получается, ну, если там 40-метровая студия, то 2000 евро в год ты примерно платишь за обслуживание. Ну, ты обязан, это самое, для содержания объекта, а в данном случае, если уже... К сожалению, видим опять какой-то сбой, но история более-менее понятная. Давайте тогда еще, пока драга там еще разочек подключается, я еще просто покажу эти примеры. Ну, я думаю, что просто правильнее будет подробно рассказывать о планировках, наверное, в данном случае не самое правильное, просто потому что, ну, здесь не на вебинаре, мы все равно всю эту тему осветить не сумеем. Когда драга к нам еще разочек подключится, мы тогда, я думаю, все эти... Вот, кстати, думаю, что этот план самый-самый понятный. Как я понял, строительство... Софья, это в этом году, да, началось строительство? Да, были там зимой, и оно как раз вот начиналось, было много очень техники. Позвольте, пожалуйста. Да, 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 да. Мы уже как раз дошли до тех кадров, которые показывают, что это представляет. В начале, это в данном, самый последний сейчас, видимо, кадр, это буквально три дня назад, как все это выглядит. Что-то пасмурно у вас там в Черногории было три дня назад, судя по этой картинке. Нет, я говорю... Ну, очень жарко, кстати. С Петербургом не сравнится. Я говорю, у нас 34-35 градусов в последние дни, и то ли еще будет. За 40 градусов. Ну, и тогда, на самом деле, наверное, важный вопрос, который любой инвестор задаст. Я сначала Dragon спрошу у вас, потом у Софьи, и потом мы уже перейдем, Светлана, к вашему проекту. Проект будет достроен только через два года. Деньги я плачу уже сейчас. Через полгода программа закроется, и, ну, как бы активно она ни двигалась, совершенно очевидно, что вы не сможете распродать весь проект для желающих получить гражданство. Какие у меня есть гарантии, что проект будет достроен в итоге? Что является этой гарантией? Как сказать, все, которые дадут документы, но о чем я и Софья раньше говорила, до 31-го, которые включены, они, значит, входят в этот проект получения. До 1-го января, это уже больше, как сказать, немножко и политический вопрос, как правительство наше будет, это самое, относиться к тому гражданству. Нет, у меня вопрос немножко о другом. Смотрите, я хочу спросить. До 1-го января вы, очевидно, не распродадите все. То есть будут люди, которые будут у вас покупать уже не под гражданство. В чем будет их интерес и какова ваша уверенность в том, что после 1-го января строительство не накроется, строительство продолжится? Что для меня, как для инвестора, является гарантией? Все банковские гарантии уже получили, так что с этим проблем не будет. Вы можете показать, ну, то есть, понятно, не здесь сейчас, заинтересованным лицам вы эти гарантии показать можете? Конечно. Я думаю, что сегодня наш директор уже София какие-то отправил документы, которые подтверждают как раз это. Окей, хорошо. Я думаю, что это без проблем. Ну и позвольте, Филипп, я вмешаю вас. Да, давайте, хорошо. София, с вашей стороны, со стороны, ну, понятно, что вы напрямую за проект не отвечаете, но, тем не менее, ваша репутация тут тоже в своем роли играет. За такие большие проекты, слава богу, что мы не отвечаем. Но мы отвечаем за каждого своего клиента в отдельности и за весь пул наших клиентов, в общем-то, вместе. Поэтому мы работаем только с проверенными девелоперами, раз. Во-вторых, государство, прежде чем давать авторизации всем этим девелоперам, очень глубинно выбирало и не только само государство Черногория, но и внешние наблюдатели за всем этим процессом. Помним, что одобрение на то, чтобы программа Черногории, в принципе, зажила своей жизнью, мы очень долго ждали, пока Черногория получит от Германии. Так что здесь много давления на Черногорию, на каждого девелопероводельности. И почти очень много, практически сотни заявок были поданы именно на авторизацию, но вот на юге их всего лишь четыре. Потом, а что еще может заинтересовать инвестора на юге? По-моему, ответ сам собой напрашивается. Ведь АМА, которая будет управляться интерконтиненталом, во-первых, это бренд высокого уровня. Во-вторых, они будут предоставлять возможность заработка. В-третьих, это ваша квартира в шикарном месте. И, наверное, если все будет сделано так, как обещают господа девелоперы, то это будет очень красивый проект в нетронутом природном практически заповеднике. И до всех мест, которые расположены на побережье Черногории, очень быстро и комфортно можно добраться. Это очень интересное месторасположение, которое позволит как раз пользоваться инфраструктурой не только самого города Чань, но и всех прибрежных городов. Софья, тогда уже, да, спасибо, я тогда еще в продолжении хочу уточнить, вот Софья у вас, а как, значит, вот проект еще не построен. Но еще разочек повторим эту мысль. Значит, я должен перевести деньги на эскроу счет, ну там, вот некий, то есть не застройщику, а именно на эскроу счет, и тот факт, что я в банк, и тот факт, что я перевел деньги, я стал собственником еще не построенного объекта, и, соответственно, тут никого кредита нет, я должен перевести там сумму, в данном случае 450 тысяч евро плюс. Все правильно, никакого кредита здесь быть не может, ну, если вы не возьмете его просто тут... Ну да, то есть я могу... Своих 450 должен вложить. Это должна упасть в банк Чернобырья. И давайте еще тогда одну картинку я вот покажу, один вопрос уточню у вас. Значит, вот смотрите, на этом примере студия от 235, это означает, что я должен купить минимум две студии, если я буду покупать их, соответственно, да? Все остальное достаточно по одному. Да, обязательно достичь цифры 450. Но вот в плане со студиями хорошо одно покупать под себя, а в другой жить. Это для небольших семей как раз будет оптимально и приемлемо. Но если хочется уже больших квадратных метров, то, конечно, нужно смотреть на апартаменты с двумя спальнями, например. Понятно. Ну, то есть здесь математическая логика, в общем, работает очень просто. То есть апартамент с одной спальней это уже гарантированный? Конечно. Конечно, апартамент с одной спальней вы и не недоплачиваете, и не переплачиваете. Все остальное вы можете комбинировать. Тут они специально создали именно продукт конкретно под гражданство. Апартамент с одной спальней 450 тысяч евро, чтобы не думать. Окей. Драгон, спасибо огромное. Тогда не отключайтесь, тогда побудьте еще с нами. Светлана. Безусловно, задавайте, если какие-то вопросы, уточнения нужны. Вот есть уже вопрос, вот он буквально только сейчас пришел, а какой крайний срок подачи документов, чтобы успеть? Маша, мы обязательно ответим на него. Мы вначале на него отвечали. Еще разочек к концу пробежимся. Итак, переносимся, ну, очень условно, конечно, но все равно с юга на север. Светлана Томпсон, глава представительства России и СНГ, Montes Mountain Reserve by Splendid, и, соответственно, ее презентация. Несколько месяцев назад разговаривали мы уже с вами, с Таной презентовали проект, но, как я понимаю, с того момента кое-что изменилось. Об этом мы поговорим отдельно. Что собой представляет ваш проект на севере? Наш проект на севере – это отель «Пять звезд», который расположен в Калашине. Калашин, если многие не знают, это горнолыжный курорт на севере, один из двух крупнейших, самый крупный, самый развитый, самый посещаемый. И более того, Калашин входит сейчас в программу развития региона. Если, Софья об этом говорила вначале, да, что всего лишь четыре проекта на юге, авторизованы государством, и 11 проектов на севере. Именно для того, чтобы развить север страны и сделать его таким же популярным, как и юг. Юг популярен, посещаемый, туристы из очень многих стран его очень-очень любят. И вот сейчас задача государства – сделать такой же посещаемый, развитый север. Наш отель расположен в городе Калашин. Мы его построили не в самом центре Калашина, немножечко за чертой, но до центра города можно добраться по новой такой прогулочной дорожке буквально всего лишь за 10-15 минут. И мы построили немножечко в сторонке, чтобы сделать такую эко-историю. У нас очень большая площадь застройки, порядка 19 тысяч квадратных метров. Как видно на картинке, вот точно так же он и будет выглядеть. Рядышком буквально в 5-7 минутах езды находится национальный парк Белгородского гора. Прямо в основном проекте протекает всемирно известная река Тара. Она известна на весь мир своим каньоном. Это самый глубокий каньон. И второй по глубине каньон, после Гранд Каньона в США. И эта река находится под охраной ЮНЕСКО. Вообще, на самом деле, несмотря на то, что Черногория такая маленькая, у нее целых 4 объекта находятся в списке наследия ЮНЕСКО. И несколько еще стоят как бы на очереди. Вот. И что касается развития Севера, то здесь и большая часть девелоперов строит свои проекты. И также само государство, сами регионы, сам регион Калашин, они очень активно вкладываются, развиваются, увеличиваются горнолыжные трассы. Сейчас их немножко совсем 45 километров. К концу этого года, к началу уже этого горнолыжного сезона, их будет уже 60 километров трасс. И с каждым годом они будут увеличиваться. И к 2023 году их уже будет порядка 125 километров. Более того, на севере, в Калашине, будут строиться снежные пушки, потому что не каждый год выпадает такое количество снега, как в этом году. В этом году было какое-то рекордное количество снега. В некоторых местах достигало до метра полутора. Но все были счастливы, был продлен горнолыжный сезон до конца апреля официально. И это было, конечно, очень-очень здорово. Снежные пушки, строится вся инфраструктура, подъемники. Это будет все абсолютно новое. И более того, от центра курорта, от центра города Калашин, даже не от центра, от Калашина, будет идти главная кабина лифта, которая будет доставлять лыжников на самую высокую точку, на 1600 метров. Так вот, эта кабина, эта гондола так называемая, она будет останавливаться прямо там, буквально в 50 метрах от нашего отеля. То есть гости нашего отеля, они могут прямо в ботинках, с оборудованием выйти, буквально пройти пару шагов, и уже оказаться, скажем так, у кабины, и она доставит их на гору. Остальные, из остальных проектов им придется ехать. Окей, Светлана, давайте тогда несколько слов, теперь вот я дальше перелистну, несколько слов, собственно, о самом проекте, что предлагается на продажу и из чего он будет состоять. У нас в отеле 238 номеров четырех категорий. Две категории номеров у нас под минимальную инвестицию на севере 250 тысяч евро, и две категории номеров по стоимости 500 тысяч евро, которые большие номера за 500 тысяч евро, это будут номера на двоих инвесторах. То есть если, например, это две семьи и друзей, либо взрослые дети, которые тут уже отдельная заявка, либо присоединяют родителей, то есть они могут взять два маленьких номера, либо один большой. Что касается… Простите, я сразу напомню еще разочек, что мы уже переехали, уважаемые зрители, на север, и, соответственно, здесь 500 тысяч – это 250 и 250, да, то есть базовая… Да, да, то есть минимальная инвестиция на севере – это 250 тысяч евро. В нашем отеле достаточно просторные номера за минимальную инвестицию – это 33,5 квадратных метра, и наши самые популярные сплендит сьюты, которые разбираются в самую первую очередь – это 43,5 квадратных метра. Вот, и, естественно, что так как у нас в гости инвесторы имеют право отдыхать один месяц в году бесплатно, конечно же, всем хочется приобрести номер большей площади, чтобы уже было комфортно отдыхать. Давайте просто тогда уточним. Вот Dragon, рассказывая о своем проекте, значит, там вот есть отель и есть жилые дома. Montes Mountain Reserve – это принципиально отель, то есть ты покупаешь номер в отеле? На севере все проекты – это отельная недвижимость, и ты покупаешь номер в отеле, и это не доля в отеле, это номер, и на этот номер инвестор получает документы собственности, титул точно такой же, как на квартиру, апартаменты. Каковы, значит, финансовые условия, и давайте я опять включу презентацию, если они у вас где-то есть на слайде, давайте их тоже покажем. Да, мы их произведем. Да, смотрите. Сейчас я посмотрю, просто как бы, вот, ну это базовые условия, номерной фонд, вот, мне кажется, это они, нет? Или дальше чуть-чуть? Это категории номеров, но здесь я, наверное, хотела бы немножко вернуться к началу, да, когда начнем про наш проект. Как я уже сказала, у нас отель пятизвездочный, потому что из всех 11 северных проектов всего лишь три отеля имеют такую категорию, а все остальные отели четыре звезды, учитывая и одну сумму входа, скажем, одну сумму инвестиций на север. И у нас отель будет круглогодичный, благодаря, опять-таки, своему расположению и благодаря различным, скажем, нашим, нашей инфраструктуре, то есть это большой конференц-зал на 400 человек, рестораны, бары и так далее. Все инфраструктуры могут пользоваться, абсолютно все желающие, то есть не только гости, которые проживают в отеле. И очень важный момент, это тоже наше очень такое выгодное отличие из всех северных проектов, то, что нашим отелем будет управлять известный отельный менеджмент Splendid. Если вот наверх, там еще вернемся. Я давайте сейчас найду этот слайд. Да, Splendid – это самый первый пятизвездочный отель не только в Черногории, но и на всем Адриатическом побережье. И он какое-то время был единственным пятизвездочным отелем, поэтому это имя, этот отель знают очень многие и наши богатые, знаменитые люди из СНГ, из других стран очень любили и любят голливудские звезды. Билл Клинтон очень часто там любил останавливаться. Так вот, это известное имя, этот известный бренд, который с очень хорошей и сильной репутацией, которую они нарабатывали очень-очень многие годы, он будет управлять нашим отелем. Причем управлять он будет полностью. Они вносили корректировки и в планировке, немножко в строительство, интерьер, стиль. Это все будет полностью по брендам Splendid. И нужно сказать, что Splendid до сих пор является самым крупным отелем в Черногории. И наш отель Montes – это будет второй крупнейший отель в Черногории после отеля Splendid. Поэтому здесь, скажем, несколько наших выгодных преимуществ. Дальше вот, ну, давайте я спрошу, потом, если какие-то моменты, вы захотите еще дополнительно рассказать, конечно, Светлана, милости просим. Вопрос, по сути, тот же, что я спрашивал и у Dragon, мы с вами обсуждали, но это было несколько месяцев назад, наверняка у нас есть такие новые зрители. Опять же, экономическая история проекта. Хорошо, я купил, и что? Тем более, что в данном случае я по факту уже сам-то жить почти не буду, соответственно, я на этом хочу как-то зарабатывать. Как это все будет происходить? Естественно. Если мы откроем вот там ближе к концу слайдик… На слайдик, да, я его найду. Минус 40% я у вас уже прочел. Ну, не минус. Нет, а тире 40%. Смотрите, по поводу инвестиционной составляющей. Инвестор нашего проекта, он получает номер в собственности. В отличие от других проектов на севере и на юге, в нашем проекте полностью отсутствует сборное содержание недвижимости. Вот эти как раз, о которых говорил Dragon, 50 евро за квадратный метр в год. То есть у нас эти сборы полностью отсутствуют. Инвестор получает 40% от чистой прибыли всего отеля. Это за тот номер, который у него в собственность. Плюс вся инфраструктура отеля. Это ресторан, бар, кафе, спа, тренажерный зал, собственный кинотеатр, собственный боулинг, конференц-зал и так далее. И как я уже тоже ранее говорила, что всей этой инфраструктурой могут пользоваться не только гости, проживающие в отеле, но также все, допустим, кто приехал просто покататься на лыжах, они зашли в ресторан, в спа и уехали обратно. Или там летом они погуляли и то же самое. И это, естественно, сказывается все на посещаемости, соответственно, на доходности нашего инвестора. Простите, еще раз, давайте уточню тогда этот момент. Вот, значит, я купил номер. Да. Мой друг купил соседний номер. Так получилось, что в его номер люди основательно заезжают, а в мой номер, ну, почему-то, вот он мне нравится. Там 13 номер у него последний, люди не хотят в 13 номере жить. Прибыль все равно распределяется между нами условно-поробно. Да, совершенно верно. То есть здесь неважно, допустим, даже если вы приобрели, вам достался номер 33 квадратных метра, и там ваш номер сдается, ну, например, полгода в году, а соседний номер сдается целый год. И вы все равно, то есть это прибыль, прибыль от всей операционной деятельности отеля, она по итогам года делится 40% между всеми инвесторами. Есть ли, ну, условное, условное какое-то представление, на какую доходность вы рассчитываете, и 40% от чего будет получать в итоге инвестор? Как вы оценили за цитру? Ну, смотри, 40% это от чистой прибыли отеля. Естественно, что, ну, как бы отеле нужно все равно, там, год, два, три, да, на какую-то раскачку, хотя мы все равно уверены, что вот этот бренд Splendid, он нам принесет большое количество гостей уже с самого, скажем так, открытия нашего отеля. Вот, но по нашим подсчетам, по подсчетам, скажем, специалистов, мы можем говорить о 4-5% годовых. Ну, это уже раскрутки отеля, естественно. Значит, давайте посмотрим, я все-таки еще хотел бы показать нашим зрителям слайд, чтобы, потому что с этим слайдом будет проще, вот тот слайд, где написано, какие есть номера, что можно купить. Сейчас, где-то я, а нет, наверное, чуть дальше этот кадр. Собственно, вопрос-то у меня какой? Вы сказали, что минимальные цены, это как раз 250 тысяч. Ну, вот этот вот слайд есть. Стоимость Сюта 250, стоимость Сюта 500. То есть можно купить, вы, ну, давайте так объективно говорить, у вас цены, как сказать, под программу сделаны с учетом. Ну, на севере все цены под программу сделаны. Ну, понятно. То есть, условно говоря, значительная часть людей, которые будут покупать здесь, это будут те, кто купит вот сейчас в ближайшее время. Вот так? Ну, в ближайшие полгода, по крайней мере. В ближайшие полгода. Мы с вами беседовали три месяца назад, и у вас были первые сделки, были первые клиенты. Как дела идут сейчас, что осталось, что не осталось? Вы, например, сказали несколько минут назад, что вот 43-метровые, относительно большие апартаменты, они уже почти все разобраны, потому что они стоят столько же, сколько относительно маленькие. Ну, конечно, да, потому что все хотят все равно приобрести номера большей площади и с очень хорошими видами. У нас, конечно, очень все идет активно, как сказала Софья, у нас идут продажи очень-очень активно, и на данный момент у нас уже около 60% номеров продано. Ну, то есть осталось там, условно говоря, около 100, у нас же меньше чуть-чуть лучше. Ну, смотрите, у нас здесь есть тоже очень важный момент, может быть, я забегу вперед, может быть, вы тоже планировали мне этот вопрос задать. По поводу, скажем, здесь как раз, скажем, моя эта информация, она относится к тому вопросу, что достроится, не достроится, программа и так далее. У нас отель, вот, даже наше одно из выгодных преимуществ, это то, что у нас отель, он не сделан именно прям 100% под программу. У нас отель, он 50% под программу, 50% скажем так, lifestyle проект, потому что этот проект мы все равно задумали строить на севере. И вот из этих 50% номеров, которые мы планируем сделать под программу, из них там порядка 60% продано. Если мы, скажем, решим, что мы хотим продавать еще, мы будем еще. И это тоже такой важный момент, потому что неважно, что случится с программой через месяц, через два, послезавтра, у нас договор подписан со Splendid. Отель у нас все равно будет построен и все равно будет открыт в то время, когда мы его запланировали. Вот, тогда этот вопрос, на этот вопрос вы ответили. Вопрос тогда такой, на какое время вы его запланировали? Когда должно состояться открытие и что происходит? Какие сейчас у вас, насколько я понимаю, на начальной стадии, то есть, по сути, разработка проекта сделана, а строительство, оно вот-вот должно начаться. Да, да, потому что наш проект, он был авторизован самым последним из северных проектов. Мы получили авторизацию от государства в конце сентября 2020 года. Дальше, естественно, шли подготовки. Я уже тоже несколько месяцев назад говорила, что и сейчас тоже, что было просто рекордное какое-то количество снега. Мы ждали, расчищали, подводили. И вот, вот-вот-вот начнется само строительство, вот, и сдача проекта планируется в конце лета 2024 года. И, кстати, уже тогда, как только будет сдача проекта и как только инвестор получает документы собственности, он может продать номер свой. То есть, владение... У вас, вот, чисто технически, как я могу познакомиться? Проект еще только находится в стадии строительства. Там вот сказали, что люди выбирали, они выбирали по рендерам. Как они делают это вот сейчас? Ну, конечно, сейчас все выбирается по рендерам и выбирается по планировкам. То есть, как бы, история такая. То есть, мы вам показываем, что есть, выбираете вид, выбираете конкретный номер. И все, мы его за вами резервируем. И дальше идет уже подготовка документов всех. Ну, все-таки, технически. То есть, вы сказали, что люди стараются выбрать по виду. Ну, это для меня немножко странная история. То есть, я прекрасно понимаю, что по виду выбирать вполне возможно. Но просто сейчас это скорее, все-таки, давайте объективно говорить, это скорее не вид, а скорее общее представление о том, как это будет. Потому что, ну, то есть, вы не можете пока выйти на балкон, сделать фотографию и показать вот ваш вид. Слушайте, ну, вы можете приехать на место нашего строительства, сделать вид, что вы вышли на балкон и посмотреть. Да, этот вид действительно меня завораживает, и я хочу туда. Но смотрите как, Филипп, я наверняка тоже сказала, что все проекты, авторизованные под программу, они все были off-plant. Это все новые проекты. Ну, да, да, конечно. Это было требование государства для развития этой всей инфраструктуры. Поэтому, естественно, ни в одном проекте вы сейчас не можете выйти на балкон и выбрать вид. Это все уже будет, там, 22-й, 23-й, 24-й год. У меня такой, ну, скорее интерес уже как человека, ну, занимающегося недвижимостью и отслеживающего спрос. Вы сказали, что в основном взяли объекты большего, ну, большей площади, да, а берут верхний этаж и максимальную площадь, да, в первую очередь? Да, да, вы правы. Ничего нового. Покупатели невероятно предсказуемые. Кстати, Драгон, а у вас, если вы слышите меня, если вы с нами, у вас в первую очередь что, тоже покупают из того, что уже купили? В основном покупают верхние этажи? Да, без разницы, в принципе. Как сказать? Нет, потому что, увидите, кому-то важен вид, может быть, на летнем курорте гораздо интереснее покупать, знаете, места, которые, там, поскорее на улицу выйти, поскорее под солнце. То есть, как бы у всех по-разному, как я понимаю. Нет, у вас такого требования этого вверх-вниз. Ну, ясно, у вас такой закономерности пока нет. Окей, хорошо. Значит, дорогие друзья, ну, в общем, мы практически в час уложились, но все-таки несколько вопросов я хотел бы, Софья, тогда вам еще задать. Вот, уж простите за некую вольность. Вспоминаю, незабавно, Михаил Михайлович Живанецкого и там Карцева, раки по три и по пять. Выбирай, ну, осторожно, но выбирай, да. Или на море за 450, или в горах за 250, а можно, как я уже сейчас придумал такую схему, можно потратить 450, купив у Светланы за 250, и потом у Драгона за 235, гражданство получу, и на море и в горах все будет. В общем, все останутся довольны. В двух словах все-таки, давайте еще разочек. Вот, предположим, я сейчас начинаю собирать документы. Делаю это ни шатка, ни валка, но это означает, что я месяца через, там, полтора-два их все соберу, так? Все правильно. Месяц, полтора-два максимум, все будет собрано. Дальнейший шаг после того, как документы собраны. Параллельно я начинаю, вот, общаться, например, со Светланой или с Драгоном и подбирать недвижимость. Да, все правильно. В эти полтора месяца входит и необходимость выбора недвижимости. И когда документы оказываются в Черногории уже, мы должны четко понимать, какой проект на севере или на юге его название, и уже должны быть договоренности с девелопером у клиента и у нас вместе с клиентом, для того, чтобы был подписан преддоговор и открыты эскрущита. Да, просто так открывать эскрущита под абы что нельзя. Это должен быть конкретно выбранный девелоперский проект. Окей. В какой момент я должен оплачить, вот об этом только уже важно еще рассказать, есть 100 тысяч невозвратный взнос, назовем это пожертвование. Все правильно. 100 тысяч прибавляется при каждом, при каждой аппликации. Из чего вообще состоит программа Черногории? Не только из инвестиций 250 или 450 на севере или на юге, но еще и благотворительного взноса 100 тысяч евро. И аппликейшн пошлины, пошлины за подачу. И дью-диллидженс пошлины, пошлины за проверку по безопасности. Они у нас на слайдах были отмечены, они небольшие. Давайте я этот слайд, сейчас попрошу включить презентацию Софьи и как раз, кстати, контакты. Во, кстати, давайте сразу второй вопрос. От Андрея могут ли участвовать программы супруги, состоящие в гражданском браке? К сожалению, сколько мы не пытались этот момент переломить, не смогли никак, потому что нет гражданский брак, и любые иные виды браков невозможны только при наличии сертификата, свидетельства о браке реальном. Но заключен брак может быть в любой стране. Какие прелестные комментарии. Да, Светлана, неприкрытый комплимент Светлане. А мы тут же как раз и контакты Светланы даем. Ну, по-моему, это... Слушайте, нас неправильно поймут. Ребята, мы все-таки о недвижимости в первую очередь хотят. Как есть. Окей, скажите тогда такой еще момент. Вот бывали ли случаи у вас, когда людям по каким-то причинам отказывали? И знаете, это вечный страх. Я за что-то уже заплатил, какие-то деньги внес, а потом выяснилось, что все напрасно. Ну, понятное дело, что человек сам должен взвешивать свои риски, и тем не менее. Отказы, естественно, могут быть. В нашем случае отказ случился один раз. Это было практически год назад с иранским гражданином. Но он сам понимал, что идет на риск, и принял этот риск 50 на 50. Мы получили от документов о происхождении средств было недостаточно. И дидиджинсу не понравился его, в принципе, кейс вообще. Мы работаем только с русскоязычной аудиторией, слава богу. Поэтому мы четко понимаем, на что давить, что нужно, и каким образом показывать документы наших аппликантов. Обязательно должно быть прослеживаемое четкое доказательство происхождения средств. Обязательно должно быть отсутствие жесткого криминального, любого прошлого в любом контексте, настоящего и будущего в ближайшем. Слово жесткого. Можете как-то прокомментировать? Жесткое – это как? Ну, мы можем с некоторыми экономическими преступлениями в прошлом и политическими мы можем работать. Не, просто знаете, у нас был такой пример, он не на этом вебинаре был, но человек сказал, у меня есть судимость, и она была связана с ДТП. Это все нормально, мы просто пишем объяснительную записку, подписываем ее, соответственно, собой, как лицензированным агентом. Все это представляем именно картину мира и показываем документы по этому поводу, которые получаем от клиента, то есть подкрепляем максимально те слова, которые звучат из наших уст в оправдании этой ситуации, которые, к сожалению, зачастую отображаются в справке о несудимости. ДТП – это не страшный случай, с ним можно жить дальше и подаваться на гражданство. И тогда еще такой вопрос все-таки. Вы сказали, что вот ты можешь подать документы, зафиксировать, оплатить, по сути, привести деньги за недвижимость, оплатить этот взнос, то есть получить вот уже условия, по сути, одобрения. А дальше все-таки некоторые моменты можно еще утрясать. Вот какие моменты можно утрясать? Где вот тот минимум? То есть я предполагаю, что в каком-то смысле может начаться такой элемент мандража, что вот только бы успеть, 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 и ты усилие потратишь не на то, не на то сбор. Вот что-то можно сделать потом. И вот, например, я должен подтвердить, вот если я покупаю, например, за 250 тысяч, я должен подтвердить доходы именно за 250, или я должен подтвердить за 500, или хватит за 100? Вот как это? А смотря кто вы, Филипп, если вы зарабатываете у нас по 10 миллионов евро и больше в месяц, и о вас написано в интернете такое, что понятно, сколько вы, в принципе, чем вы владеете по миру, по всему, то та история, которую мы предоставляем дью-дилиженсу, должна как-то биться с реальностью. А если мы при такой информации в открытых источниках изображаем у вас как несчастного гражданина, у которого вот заработная оплата 200 тысяч рублей в месяц, но вы как-то накопили, потому что у вас спонсор вам дал эти деньги, и вот на счете у вас 253 с половиной тысячи, и это все, это ложь. То есть все должно быть логично. Мы в этом... Надеюсь, работодатель меня не уволит. Мой случай ближе ко второму, например, вашему, так сказать, сейчас, конечно, я раскрыл коммерческую тайну некую, но что-то как есть. 10 минут пока не про меня, но это пока, все еще будет. Окей, значит, ну, в двух словах, я думаю, тогда история понятна. Я тогда еще раз проанонсирую такие важные моменты. Все-таки я давайте еще все-таки спрошу вас, то есть вот подача документов и вот весь этот процесс, в какой степени эта история творческая? Очень творческая история. Без присутствия владельца Атекс, господина Нури Катца, который уже всю жизнь погружен абсолютно с головой во все тонкости вопросов оформления гражданства через инвестиции в любых странах, где бы мы не присутствовали как компания Атекс, без его участия и без окончательного вета, ничего не происходит в принципе, потому что для того, чтобы мы получали одобрение на клиентов, мы очень честно должны понимать, что никакого люфта для творчества, для додумок, для поиска какой-то информации, которую мы не предоставили вдруг или не получили одобрения, мы должны быть абсолютно на 100% реальных и уверены, что мы сделали все, что должны были сделать в данном конкретном процессе. И только тогда мы получим одобрение. И мы дико консервативная компания, мы лучше не возьмем компликанта, у которого некрасивая история, и мы понимаем, что с ней никак не творчески, не творчески, не поработать, мы лучше откажемся и не получим заработка, но мы не хотим получать отказы. Поэтому у нас 99% это позитивные кейсы. Мы этим гордимся. Ну что ж, отлично. Друзья, сейчас пообщались, подвожу тогда главный итог. До программы Черногории до ее завершения осталось полгода и еще пять дней. Второй момент. Если вы начнете заниматься сбором документов и размышлениями в начале декабря, а уж тем более 31 декабря, новогоднего подарка у вас не будет в виде гражданства, даже потенциально. Шансов никаких. Программа Черногории 31 декабря закрывается, и пока нет никаких слухов, нюансов, сколько-нибудь позитивных, что она в дальнейшем будет продолжена. Увы. Вместе с тем появились и есть, работают интересные проекты. Это проекты, которые были начаты, по сути, под эту программу. И таких проектов мы сейчас представляем два. Проект Amorezor. Пожалуйста, Драган Щепанович, к вашим услугам, вы можете обращаться. Это проект на юге страны, то есть на море. И, соответственно, инвестиции в этот проект, под гражданство имеется в виду, от 450 тысяч евро. Проекты на севере, и второй по величине отель Черногории, который будет построен, отель Montes Mountain Reserve Vice Planning. Светлана Томпсон представляет его, 60% проекта уже продано, но там от 250 тысяч евро. И тот и другой проект, они инвестиционные, в том смысле, что покупка недвижимости в Черногории, и в этих проектах, ну, то есть в проекте Светланы это просто 100% так, в проекте Dragon там есть некоторые варианты. Эти вложения, они предполагают дальнейшее управление вашими апартаментами со стороны уважаемой компании, которая будет делиться, ну, щедро или нещедро, тут у каждого свои цифры. Кто считает щедро, кто считает нещедро, своей прибылью. В любом случае вам нужно будет общаться от условий черногорской программы через уполномоченную компанию. Подача документов осуществляется через нее. Такой уполномоченной компании, в частности, их всего три, но вот самая популярная, известная, российская, то есть, скажем, работающая в России, компания Apex, да, то есть Apex работает не только с россиянами, Софья Силина, ее офис находится в Москве, и тоже контакты здесь у вас есть. Если вдруг что-то еще не очевидно, пожалуйста, обращайтесь к Драгону, к Светлане, к Софье. Если совсем какой-то общий вопрос или вопрос не связанный с Черногорией, пожалуйста, обращайтесь на портал Прианру, проконсультируем, направим. Если вдруг что-то, какие-то контакты, какие-то вопросы, что-то не успели записать, Светлане, Софья, к Драгону, или, пожалуйста, ко мне, Филипп Березин, портал Прианру, недвижимость за рубежом. Друзья, спасибо большое, уложились в час с небольшим. Мне кажется, рассказали, напомнили и предостерегли, потому что сейчас уже часы тикают. Я думаю, что, может, мы еще один раз с вами успеем в конце августа так поговорить, а дальше уже будем просто махать платочком тем, кто не успел. С большим удовольствием. Спасибо большое. Драгон, Светлана, Софья Силина, с Экландой Томсом. До встречи. До свидания, до новых встреч. До свидания.